Продолжение следует... Продолжение следует... Не тонкий и хрупкий, а примерно вот такой толщины. Нарезаю мелко зелень. Орехи я предварительно обжарила. Измельчу их в кофемолке. Можно брать абсолютно любые орехи. Я взяла грецкие. Часть орехов я оставила для украшения. Остальное отправляю к творогу. Пропускаю чеснок через пресс. Чеснока берите по вкусу. Если вам мало одного зубочка, значит возьмите больше. Добавляю в массу соль, любые специи и перемешиваю. Всё, начинка готова. И такой нюанс. Если после того, как вы перемешали, вы видите, что масса у вас распадается на кусочки, то есть творог у вас был, возможно, суховат, значит добавьте сюда или сметану, или йогурт, ну или майонез. У меня творог был достаточно влажный, поэтому масса получилась такой кремообразной консистенции, такой, какой и нужно. Беру крекеры и намазываю начинку. Готовые крекеры посыпаю оставшимися молотыми орехами. Отмечу, что крекеров у меня, конечно же, получилось больше, чем вы видите. И это очень удобно, что из маленького количества продуктов получается достаточно закуски. Всё, эта закуска у меня готова. Для следующей закуски мне понадобится крабовое мясо, можно взять настоящее, у меня в данном случае имитированное, кокосовая стружка, примерно 2 столовые ложки, 1-2 столовые ложки сметаны, нужно будет смотреть по консистенции начинки, пол чайной ложки горчицы, немного лимонного сока, у меня здесь примерно 1 столовая ложка, но если сметана у вас кисловатая, то лимонный сок добавлять не нужно. Соль, специи по вкусу и тонкий лаваш. Сначала я подготовлю основу из лаваша. Для этого я беру лаваш, складываю его в несколько раз, чтобы было удобней. Ставлю стакан вверх дном и вырезаю ножом такие кружочки. Если у вас есть металлическая форма, например, для печенья, в которой можно вырезать такие же кружочки, воспользуйтесь ей. Если вам трудно вырезать в несколько слоёв, значит вырезайте по одному. Вот получаются такие кружочки. Я беру вот такую форму для кексов, переворачиваю её вверх дном, беру кружочки и раскладываю. И теперь всё это отправляю в духовку, которая у меня уже разогрета до 220 градусов примерно на 5 минут. Держим лаваш до зарумянивания. Порежу как можно мельче крабовое мясо. Кокосовую стружку надо предварительно обжарить на сковороде. Только очень быстро, чтобы стружка не сгорела. Она начинает приобретать золотистый оттенок очень быстро. Поэтому следите за этим. Как только она начала желтеть, сразу же выключайте сковороду. После этого нужно будет добавить по вкусу кардамон, куркуму и острый красный перец. Я добавляла где-то по 2 щепотки. А вы смотрите на свой вкус. Это нужно для того, чтобы всё это прогрелось и, соответственно, раскрыла свой вкус. Теперь я добавляю эту смесь стружки и пряностей к крабовому мясу. Немного оставляю для украшения. Соль, сметану с горчицей и сок лимона. Перемешаю. Лаваш готов. Получаются такие формочки. Они хрустят, как чипсы. Их нужно обязательно остудить. И теперь в каждую формочку я выкладываю немного начинки. Будьте аккуратны, потому что формочки очень хрупкие. Посыпаю сверху кокосовой стружкой. Для следующей закуски мне понадобится одно небольшое филе куриной грудки, зелень, соль, специи по вкусу, творожный сыр, тёртый хрен, огурец и на всякий случай сметана или йогурт для получения нужной консистенции. Вместо сметаны можно взять побольше творожного сыра. И теперь мне нужно просто-напросто всё измельчить в блендере. Курицу для удобства я порезала на кусочки поменьше. Добавляю сюда хрен, сыр, соль и в качестве специи я добавлю красную сладкую молотую паприку. Идеально будет, если вы найдёте порошок из копчёной паприки, будет такой привкус гриля. Добавляю сюда сразу половину сметаны. Если нужно, будет потом ещё добавлю. И измельчаю. При помощи сметаны довожу начинку до нужной кремообразной консистенции. И перекладываю в кулинарный пакет. Можно воспользоваться обычным фасовочным пакетиком, отрезав у него уголок. Огурец нарезаю кружочками толщиной примерно 5-7 миллиметров. Сверху промокну салфеткой и выдавливаю начинку. Сверху украшаю зеленью. И эта закуска тоже готова. Ну вот, закуски у меня готовы. Я их выложила на блюдо и можно подавать к столу. Готовьте с удовольствием, экспериментируйте на кухне, придумывайте новые закуски, а я желаю вам в этом успехов! Если вам понравился данный рецепт, поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. Для вашего удобства создан плейлист, в котором собраны все рецепты, подходящие для новогоднего стола. Ссылку я оставлю в описании под видео. Приятного всем аппетита! До встречи в следующих видео! Субтитры 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 Субтитры